Концерт на колесах. Так назвали свой творческий рейд артисты Народного молодежного театра студии «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой. Именно они составили основу современной фронтовой агитбригады. Акция проходила при поддержке руководства сельского поселения Жаворонковская и благотворительного фонда «Счастье жизни». Благотворительный фонд «Счастье жизни» является общероссийским, работает на территории всей нашей страны. Работаем мы совместно с партией «Единая Россия» в Одинцовском районе, помогаем многодетным, малоимущим, деткам-сиротам, инвалидам, ветеранам. И вот сейчас у нас агитбригады и, соответственно, тоже при поддержке нашего фонда. Мне бы хотелось еще раз просто поблагодарить Ирину Анатольевну Кайворонскую, которая уделяет внимание, которая помогает, которая приходит на наши мероприятия и нам очень удобно с ней, комфортно работать, потому что человек откликается на каждый на первый зов. В годы Великой Отечественной на фронте и в тылу работало 4000 агитбригад, 45 тысяч артистов. Целая армия, в задачи которой входило поддержать бойцов, помочь им хоть ненадолго отвлечься от ежедневной тяжелейшей работы, имя которой – война. Как эти тучи в голубом напоминают море. В репертуаре Жаворонковской выездной агитбригады – классический репертуар начала 40-х. Песни и танцы, частушки, фронтовые анекдоты истории, сценки из военной жизни. Говорит им грозно. Ах, Тунг, цех я буду расстрелять. Коль не будете на завтрак, гуд продукты поставлять. Тут пацан вперед подался. Дядя Фриц, видать давно ты оружие не чистил. Вот тут ржавчина, пятно. Так давай тебе почищу. Я такой работе рад. И спокойненько у Фрица отбирает автомат. Успех фронтовых агитбригад был настолько велик, что солдаты шутили. Если приехала Шульженко, значит завтра идем в наступление. Нынешняя творческая молодежь исторический проект поддерживает с удовольствием. Многие хотели петь, танцевать, читать стихи. Программа вообще получалась в 80 номеров. И нам приходилось жестко-жестко вообще убирать все это. Потому что каждый хотел сказать свое слово. И это всегда отрадно. Я безумно этому радуюсь. Потому что это говорит о том, что в наших юных ребятах жива память об этом подвиге. Потому что кто как не они смогут передать это другим поколениям. Всего современная фронтовая агитбригада побывала в пяти населенных пунктах, везде встречая теплый прием и зрительскую поддержку. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.